Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 853. Эпиграф. 1 Иоанна 2,19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. За 17 апреля 2018 года. Главное событие в прошедшем дне было то, что родительское как суббота или как вторник называют. И вот вчера мы ездили на кладбище. Правда, сняли там все. Тут Новомихайловское называется, оно или Михайловское. Я вчера посмотрел 4 или 5 кладбищ. Но небольшой город Барнолу, небольшой. Там меньше миллиона. Там, допустим, 730 тысяч только. 120 гектар. Город настоящий. Валентина Сортисон. Еще дважды просмотрела ролик с письмом. Письмо переписала себе в тетрадь. Не удивляясь, продукт воспаленного мозга. И вторая половина письма – это программа его теперешной жизни. Поэтому все так и получилось. Вряд ли что-то можно исправить. Слишком много всего наворочено. Но если только чудо случится, а если не случится, то погибла еще одна поповская душа. Кто же виноват? Вопрос без ответа. Ну, вопрос без ответа. Я скажу, ответить можно. Она речь ведет по севератности. Один из таких бессмысленных врагов, лично против меня. Это священник Томской епархии, Дудин, отец Сергий. Что только он не городит, не говорит. Ну, все такое хулиганское просто. Там Лапковщина, там прочее придумываю. Но я не Лапков. Если Лапкинщина, тогда даже это и то не мог правильно скумекать. И она все это смотрела, и письмо его было. Просто настоящий, чисто такой он. Говорил, что как поступают архиереи со священниками. Беспредельная власть. Может выгнать в любой момент то, что перед ним, говорится, на цирлах ходили. И она это все объясняет. Очень умная женщина, Валентина Саркесон. А я на это отвечаю. Без ответа нет, ответ даю. То есть нахожу, не я. Игнатий Лапкин, 1 Петра 4, 17. Ибо время начаться с суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Вот ответ. Суд Божий при дверях. Если прайдник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Вопрос. Где? Понятно, где он явится на суде? Божиим с левой стороны. Отойдите, проклятый в огонь вечный. Они не знают, что делают. Избирают, понастроили какие-то отделы миссионерские. Ну, какие отделы могут сделать? Вот вы гляньте в Библию. Где они есть? Хоть маленько где-то. В святых отцах, в канонах где-то ничего этого нет. Два человека идут. Два. Об этом и Крестья сговорил. И далее. 1 Коринфянам 10, 12. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Петра 5, 8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот и все. Есть дьявол, который восстал против Бога. Причина выявлена гордость. Ему обязательно надо быть руководителем. Хоть маленькую должность какую-то. А еще к вам не относятся, а у меня вообще никакой должности нет. Ни копейки не получил за всю жизнь. Ну, не считая, что там 7 с лишним месяцев после окончания техникума работал прорабом. Но это работа. А это так, чтобы счиститься, какая-то должность, отдел, подходить, расписываться. И ни одной души нет. Вот только отравлять может такой человек. Для Бога трудиться. В первую очередь, всем умом, всем сердцем, всей крепостью, всей душой возлюбить надо. А они об этом как будто не слыхали. И далее, помнить, что будет страшный суд. Помнить, что за каждое слово придется давать ответ. А заклевещущий, ну кто, если написано дьявол лжец, отец лжи, отец, отыщий дьявола в сын. Ты отче наш, когда говоришь, ты не Христа призываешь, а дьявола, потому что во лжи живешь. Ну, тут так понятно, если он отец всякой лжи. Это она говорит о тех, которые нападают на них. И такие еще тщеславные там сказали о нем, что он пакости творит, он прям умирает от этого. Почему? Ну, потому что он там у кассы стоит, у кормушки. Он боится, как бы его не оттолкнули. А для архиерея это мусор. Вот властности, как у архиереев, такой властности нету нигде на земле. Нету. Почему? Златоуз говорит, никого я так не боюсь, как епископов. 2 Петра 2.5 И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Кто знает, как нынче сохранить. Я не стал полностью убрать дальше. Но и называется проповедник правды. Но нет такого ему определения в Ветхом Завете. А вот в Новом Завете уже пришло. Он что? А обличал мир нечестивых. Это мир-то стоял, но одно нечестие было. Но попробуй назови их сейчас, скажи, правители там в Америке, где нечестивые, злодеи, волки лютые, никак не согласятся. А что раз ни с того ни с сего напали, разгромили Ливию, ничего сойдет. Что советские везде лезли, поднимали смуты в Кубе и других странах, это ничего сойдет. Но на суде Божьем все будет по-другому. Ну и имел большое значение Симон Волх. Но теперь-то какой? Они, Амри, противились Моисею. Где они? Только в житие святого Макария Александрийского говорится, ничего нет, одна труха пустыня, ни источника, и 70 бесов охраняют. И вот Бог подведет такую тогда черту. Ну был Гитлер, где он Гитлер? Где Наполеон? Где Ларик? Где Атила? Завоевателей-то было много. Где они? Вот там и Аралан был какой. Это вообще завоевал, в случае Чингисхан. И как будто никогда не было, и даже праха нет. И даже если одну монету с тех времен найдут, так это нумизматы с ума сходят буквально. Вот об этом надо помнить. Все временное видимое, а невидимое вечное. Итак, евреям 10.38. Правильный веруя жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. То есть ты поверил, и все. А сегодня находится вот у меня сколько тут разная тема открывается, Библия начитана, Златоуста, а сатане это тошнее тошного. И меня арестовывают. Все изымают. Портят пленки. Где эта власть советская? Духу нет. Сегодня точно так же. Сами ничего не делают, за мной гоняются. Отовсюду. И баптисты, и православные, и епископы, и священники. Но когда Бог вас-то тряхнет, что от вас останется? Вы об этом подумайте. Только причащайся чаще, причащайся, исповедуйся. Но люди-то совершенно никакие. Ну глянь маленько на них. Как не стыдно-то? Как скажешь православные, люди понимают неверующие. Интересно. Называют людьми писания, Коран, таких людей, мусульман. А они казнят. А эти уж перед казнью говорят. Ну у вас же написано, не казнить людей писания. Ну объясни по писанию. Ни одного места не может объяснить. Ну какие вы? Зачем вы грепитесь-то? Отрезай ему голову. И тут же его французский журналист и погиб. Мы же не искалилищиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Относимся мы к этому или нет? Стоим в вере. А их столько злодеев. Да бог-то сильнее. Ангел один раз мечом махнул, и 175 тысяч трупов валяется. Захватили еретики все. Одна только домовая церковь была в Константинграде. И что? Повернуло все назад. Евреям 4.1. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Кто опоздал, говорит, не успел. За стол садятся, а уже звонок был. И что? Прошло мимо. Так и здесь. Сегодня Господь призывает к трапезе своей. Пища моя есть спасать людей. Вот это знатарот разлинул. Только болеет и умирает. Многие больные немало умирают. Об этом сегодня не хотят слышать даже. Любыми путями прищищайся чаще. С какой целью-то? Зачем тебе это нужно-то? Как-то проявляется в тебе. Ты каждый день прищищаешься. А сосед твой точно так же. Ну, бывает. У него православный. А православный пьет и курит и матерится. То есть полный комплект, набор православных услуг для погибели. Ну и чем отличаешься? Ничем. Только одно знаешь, что прищищайся и исповедуйся. Нигде такого нет. Нигде нет даже намека на это. Все правила канонические, которые действенны сегодня, 719 правил. Это апостольские правила, 7 вселенских соборов, 9 поместных и там 13 святых отцов. Правила их. И нигде этого нет. Наоборот, если человек согрешает, его отлучают от причастия. Отлучают. А почему? Потому что кто не прищищается, нет жизни, нет силы. А не для прощения грехов. Что для прощения грехов прощения, об этом даже намека нигде нет. Даже в соборовании, кто болен при завете пресетеров, там еще говорится даже о прощении. Луки 23.31 Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вопросы. Там не отвечено. Я про это что? Что будет? Погибель. Если не праведники, два спасаются, они счастливы. Где явятся? Вопрос. Дайте. В преисподней. В огне огненном. Где они огненные? Притча 11.31 Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Псалом 1.4 Не так нечестивы, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивы на суде и грешники в собрании праведных. На суде, когда будут судить здесь, судят верующий, который занимается Библией, а он допрашивает. И вы что, соответствует этому? Ну, стараемся. А ну скажи, что написано в 67 главе пророка Исаии? Он говорит, а такой главы нету, там только столько-то, там 65, 66. Все? Нет вопросов. Он видит, что он знает. Да наизусть ни одного стиха не могут сказать. И следователь сразу определил, да ты их же обманываешь. Римлянам 1.18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Подавляет истину неправдой. Вот это я знаю, лично ко мне, вот такое отношение. Кому-то сказали, а другой от него передернулось себе. Сейчас там Максимов Георги. Небольшой там совсем ролик-то или... И вот сейчас его расспрашивают, где вы это взяли? А вот там-то сказал такой-то... Ну он сказал, он ответил, ну тебе-то зачем было это все брать-то? Зачем ты впутался в это дело против меня? Собрал все... Да ни одного слова нету, праведно, ни одного. Они могут только... Которые люди пришли, а они какую-то гадость говорить, чтобы от меня оторвать здесь. Да люди-то не мои. Вот звонят такие... Позавчера звонила одна. Я из Заринска. Там вы говорили, что ваши книги. Я пришла, спрашиваю. Они говорят, нет таких книг. Как нету? В каталоге нет, они их не внесли. Что они их получили в подарок. И у меня бумага есть, что они расписались, будут хранить. Вот бумага-то у меня есть. А куда делось? Что интересно, большая часть выкрадывает специальная такая идет, как сказать, миссия. Посылают своих священников туда, попов по-славянски, и начинают обрабатывать. А у вас Лапкина есть там такие книги-то? Она говорит, есть. А вы в церковь-то ходите? Ну, иногда хожу, ну, так вы прихожанка. Как вот Солженицын говорит, ну, вы же советский человек, Александр. Вы, ну, дожди сказать, кто старается сейчас убежать, найти, чтобы он сиксотничал на них. Ну, вы же советский человек. Ну, конечно, я советский человек. Точно так. Ты православный, ты ходишь в храм. Ну, а у нас семинария, нам книги эти очень нужны семинаристам. Они, ну, батюшка, да-ка мы говорим, да никуда они не денутся, ты отдавай. А у некоторых, например, Тау, там он пришел, там где-то в осенних, как кажется, поп посидел маленько. А такая книга есть, они говорят, да, не одна, 38. А вы не могли бы дать нам их, это для семинария, еще чего? И все, да нет, нет, я вот сразу раз назад. Он не может взять. А она прихожанка, она на все готова, на все. Почему? Иначе он до причастия не допустит. Самая безумная, страшная игра, это причастием играет попы в алтаре, это манипулировать. А что, главное, чтобы человек ходил в храм, ничего не знает, неважно. Приходя в храм, он не уйдет, если чего-то не купит. Что-нибудь, крести, какую-нибудь книжечку там, завалящую какую-то, но все равно купит. И теперь некоторые женщины бывают, которые в нечистоте, то есть месячные, вот. Все равно ходите, обязательно. Откуда вы узнали, что нельзя? То есть всякую грязь, нечистоту, все тащат к самому святому. И кто это попы? Я вот послушал здесь Константин Пархоменко, ужас напал, как он зовет людей. Опровергает все, что святые сказали, что в Библии написано, он одним махом все смахивает в сторону. Главное, приходите, то есть дальше не договаривают. Ну, покупайте свечки, нам не хватает денег, не хватает, деньги, деньги. Главное, церковная болезнь, корысть, солеболюбие и трусость. Боятся всего, как бы не убрали от кормушки. 1 Петра 4, 17. Ибо время начаться с суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Вот я по две вопросы все взял. Где? Нечестивый грешник. Где явится? Вот кто виноват? Вопрос мы ответили, кто сам человек избрал. Вот на сегодня у нас 18 апреля 2018 года. 18 376 подписчиков. Это ночью было. И у нас 10 619 видео. Айнур Искандеров. Доброе утро. Я сам по себе вообще мусульманин. А так праздную все праздники. Знаю, что Бог есть. Смотрю все ваши видео на ютубе. Вы молодец. Вы молодец. Родом из Барнаула. Работаю в Москве. Вы большой молодец. Больше видео за трапезой. Спасибо. Чтобы мы за трапезу. А на этот ролик нападают со всех сторон. Есть-то нечего. Голодные. И уже 280 тысяч посещений. А обычно то у нас вот если 300 приходит, то это хорошо. Тысячу реже. Вот так. Галина Влеська. Новокузнецк. Христос воскрес. Воистину воскрес. С Радоницей. Надежде Свет Васильевне на флешку скиньте наше с ней фото. Поняла? Пожалуйста. А другие и так понятно? Ну понятно. То есть уже я получил всегда хорошая фотография получилась вы с ней. Евангелие. Ваш благодетельный дар грузим в наш штаб сестричества с братьями Вадимом и Игорем нашего прихода. Батюшка Алексей видел, порадовался, догадался от кого дар. От Игнатия Тихоновича Лапкина. Его слова благословил на труды. То есть он не спрашивает и сразу сказал. Но я его священника не знаю и дальше. Работаем. Спаси Христос вас и вашу общину. За ласку, заботу, попищительность, благотворительность, за любовь. Вот она вчера прислала. Сейчас я даже постараюсь найти. Где-то здесь фото. Лестка. Ну вот мне надо тут. Это трудно. Файл. Это по-моему так? А что вы хотели? Ну увеличить. Нет, не здесь. А где? Масштаб? Вот да. Уменьшить, увеличить. Так. Увеличить вверху. Вот она, смотри. Какая чистая получилась. С Надеждой Васильевной. Вот они. Видите как. Это у Надежды Васильевны в доме. Надо вот приподнять бы здесь, чтобы я... Вот за всю вот эту. Да вот эту подними тогда. Вот так. Сейчас я начну. Дальше смотреть. Вот это она. И вот этот. Смотри. Это мы сфотографировались во дворе. Он у нас... Лестка стоит с тремя книгами. Новый Завет только что купили. Это Агния. Это я посередке тут. И Светлана, которую она привезла. Первый раз держит к истинному православию в нашей книге. Оп. Это не то. Теперь нужно дальше. А это вот там у них разгружает кто. Игорь, Вадим. Дальше. Вот они передают. Видишь как. Через окно. Это у себя. Видишь как. Бритые ребята. Вот у нас почему, Игорь, были как в царстве в каком. Вот они. Хорошие ребята. Все бритые. Ну хотя вы можете сделать так, чтобы ни один бритый не прищищался. Вот у нас ходит один он. Бреется. Но он не крещеный. Еще здесь. Врач уже закончил наверное медицинский. Вот. Ну и все. Больше еще и нет. Все фотографии. Так. Теперь надо убрать. Вот я показал. И дальше. Видите как хорошо. Она с высшим образованием. Сама врач. В прошлом году была у нас в гостях. Теперь в лагере нет. А в дом. Ну кому-то в гости приехала. И нынче тоже собирается. Юрий Соболев. Мир вам и вашей общине. Игнать Тихонович. Посмотрел ролики Сергея Козлова и Виталия Калиникова. И ролик отца Георгия Максимова. Увы и увы. Зачем же отец Георгий вступил на этот постыдный путь? Постыдный путь. То есть что кто плохо говорил. Он на себя собрал. Ну тоже думает или не думает. Да не ж это. Хороший священник. Да и человек то видно не глупый. Да не да. Да и человек то. Да. Ударение то тут нет запятой. Да и человек то видно не глупый. Ролики неплохие. Некоторые я даже смотрел ранее. Ведь сам Бог как и ранее бывало заступится за вас. Когда я увидел этот его ролик первая мысль была. Да сохранит его Господь от поражения. От поражения. От которые лезут они еще ничего не понимают. Ни одного здорового нет. У них то воспаление мозга то внезапно умирает. Это Господь делает. Потому что много людей за этим сокрыто. Которые приходят делаются православными. Зачем ему это надо было? Ну встрял в это дело. А что могу? Я ничего не могу. Мог только молиться и плакать о тебе. Я его никогда не трогал. Не знаю. Меня они просили. Вы что можете ответить? Сказал бы не знаю. Не встречался. Смотрите сами. Это нет начинает сразу выискивать. Вот там кто это сказал. Кто то что то сказал. Эти люди тоже ни разу не встречались. Ну повторяю. 10 тысяч 600 роликов. Ну на один хотя бы. На один. А ты о чем говоришь то? Нет. Книги. Ну это в книгах у меня есть. Нет это. Ну ты же видишь что ничего не сходится то. А это такие там которые рвутся к власти. Там дулевич разный. Он без этого не может. Вперед ему надо там прорваться где то. Их как называют. Максим Степаненко. Щенки. Другого им названия нет. Это не по возрасту ничего не подходит. Выкинулся. А смотри я патриот. Срамота одна. Дальше. Молиться нужно за батюшку. Как бы донести до батюшки. Чтобы может сам побеседовал с вами. Да не отступился от всего. Да не не. Откуда вреза не. Да отступился от всего. Покаялся. Буква не мгновенно выскочила. Две буквы. Я все время удивляюсь. Чтобы он отступился от этого. Зачем он это делает. Ну как выйти на него. С чего ради я полезу. Он если выйдет мы поговорим. А у меня этого нет. Чтобы я хотел поговорить. Ни одного случая ни разу еще у меня не было. Чтобы я кому-то звонил. Или людей от него старался оттолкнуть. Как у нас такие есть. На наши ресурсы приходят. Потом другим всякую гадость с интернета соберут. Вроде не они. А как научились у Дворкина. Если еще дойдет дело до суда. Это не я. Это так другие говорили. А я на них ссылаюсь. Ну тут еще непонятно. По скриптам. А большинство комментариев под роликом. Говорят красноречиво сами за себя. Может хоть их прочтет отец Георгий. Сегодня. Ну-ка подожди. А как его теперь найти. Какой он ролик то его. О каком ролике он говорит. А ну-ка подними наверное. Сейчас мы вот этот. Вот. Мы сейчас должны его найти этот ролик. И вот он ссылается на какие-то отзывы. Ну а почему это нам не открыть-то? Я не знаю даже. Почему не открыть. Вот теперь надо открыть. Вот здесь. Так. Это на YouTube уже мы зашли. Да? А ну-ка сейчас вот. Давай-ка ты. Напиши. Георгий Максимов. Да это. Георгий Максимов. Георгий. Георгий. Георгий Максимов. Ну я не подготовил заранее. Все. Ну и теперь. Так. Подожди-ка. На Олапкине. Так. Стол Олапкина рядом. Напиши. Максимов. Максимов. Лапкин. Напиши. Там так. Заголовки я поминаюсь у него. Ну. Где? Держи-ка. Нету тут много перечисленных. Нету. Ну. Жаль, конечно, что нету. Ну там слово Георгий Максимов нету этого. Ах. Нету. Ну название ролика-то нету этого. Не в названии-то. Нету там. Да вот там есть же. Вот он сидит. Так. Как? Да он. Ну здесь я имею в виду. В названии-то нету ролика его. Фамилия. Довольно часто меня просят рассказать о Багмальтии Лапкине. Многие, по-моему, люди, которые... Я не могу, ни разу не мог прослушать. Раза три пытался, не пойму. Такой невнятный разговор идет. Так. Еще здесь есть. А вот дальше я стихотворение выставил свое. Я этого не делаю. Но тут пришлось... Ну, выкину, ну что еще? Какие ролики про это? С кем я беседую? Ну, допустим, он зашел бы дальше-то. Он-то видит уже. Теперь-то ни слова. Беседа с Иваном Мормоном из Санкт-Петербурга. Так. Масущица США. Пейдесятникам беседую. С Шаповаловым, с Баптистом. Как отмоли. Так суетен всякий человек. Свидетельница сторожевой башни беседую с ним. Это ролики наши. Беседа Лапкина с православных священников в Потеряевке. То есть приехали из епархии Московского Патриархата. Мог посмотреть? Нет. Еще. Беседа с армянскими христианами. Тоже нету. Ответы на вопросы. Нету. Отец Кирилл Сахаров около храма Христа Спасителя. Московского Патриархата. Ну мог он хотя бы одно-то просчитать-то. Четвертая проповедь в храме Московской Патриархии. Нету. Беседа с мудроцентным мулой. Не берет. Дальше что? Когда при Рюбодии... Ну и дальше ролики нету. Теперь Сергей Козлов, парализованный во славу Христа, пишет. Все выдержки... Нет, далеко видно. Считай, что там. Все выдержки, приведенные вами, отец Георгий. Это амбиции людей, бывших ранее в дружеском отношении с Лапкиным. Ага. Сейчас я поставлю опять все на место. Ну тут несколько секунд потратится. Потому что у нас установлено, чтобы съемка пошла. Да. Давай, установи. Дальше-то тут и не надо ничего. Там на что-то встало. На что-то встало. Значит, что-то там попало. Давай, посмотри. Считаем дальше. Вот Сергей парализованный пишет. Вот, к примеру, письмо Иерея Сергея Дудина, которое три года назад он просил меня опубликовать во всех соцсетях. Ну я не знал, не слыхал это, но он у Сергея есть. Он теперь решили опубликовать, а не его. Дальше. Канал «Восвете Библии». Я ему показываю. Как вот он открылся. Надо же. Я даже не ожидал. Так. Ну он-то мог бы это хотя бы взять-то как-то, посмотреть это. Что-то у меня тут не... Куда теперь мне зайти-то? Куда он делся-то, Сергей? У него еще нет. Ролик-то? Да, ролик. Куда делся-то? Закрываю тогда его или сюда его надо? Вы нам в другое место откнули уже? Ну, бывает где-то другое. Вы ту закрыли, вкладку, которую вы открывали? Так она уже не может зайти на нее? Нет, вы ее вообще закрыли, эту вкладку эту? То есть надо заново открывать? Заново открыть можно, раз говорят об этом. Сними все это. Ну, вот видишь, такой неаккуратный. Где-то что-то задел. Сижу в стороне, записываем это. Все, нагородим тут, нагородим на клавиатуры. А потом... Открыть, показать, где он тут что говорил. Давай. Подожди, лжестарцы? На какой лжестарцы? Кто он там вышел? Кулитель, монашестарцы. Кто он такой вышел? Знать не знаю. Не видел никого. Вот, обожди, он туда с иконой стоит. Лже-миссионер, клеветник на святых и за икону спрятался. Ну и что отмечать-то буду? Фильмы такие поставлены, беседы, ролики, ничего нет. Вот он сидит в студии Лапкина, его лапковщина. Это все болящее на голову. Дудин. У него голова все время болит. Нет, что-то я не... Ну еще. Это не идет. Ну теперь заряди этого, Максим ты. Максимов. Максимов, Георгий. Вот оно. Ткни ее. Ну вот, быстрее ставь. Громче включи там, чтобы было видно. Так это где должно быть? Да сюда поверни. Там же вот оно под ней вырезано. Вырезано и держи. Вот оно. Ну уже многостатно знакомились. А теперь повтор идет. Ну теперь кащается не туда. Ну быстрее давай книги. Возьми сейчас в руках. Поперекидывай. Она обтерта здесь. Ну еще вот здесь глаголит. Нам нужно вот это, что есть здесь. Парализованного слава Христа. Так. Дальше. Я тут столько материала скидываю. Еще тут пишет кто-то. Какой-то Александр. Ой, и до Игнатия добрались. О, добрались. То есть он где-то по другим уже гулял. Этот Максимов Георгий-то. И до меня добрался он. Ну, я ему нужен. Знает он? Нет. Так. Что тут пишет дальше? Спаси Господи батюшка Георгий. У вас хороший видеоканал. Просто замечательный. Думаю, Игнатий Лапкин не обидится. Ну, что замечательный? Это чем он? Вот это. А я еще не о канале идет-то. Ой, хороший. А ничего нету. Он сидит дома. Ко мне не позвонил. Как на меня там из Томска. Собрались вместе. Там даже один с Америки у них. Ну, я рядом. Ни под каким видом нет. Вы же обо мне говорите. Ну, пригласите на это. Советская власть даже так не делала. Дальше. Артем Иванович. Мне нравится Игнатий Лапкин. Хотя я не еретик и состою в церкви РПЦ. И никогда из нее не уйду. Ну, дольше ничего не сказал так. Дальше. Евгений Туренко. Надо смотреть на плоды сектанта и еретика в кавычках. Лапкина. Если люди через него приходят ко Христу и к вере в истинную церковь, это говорит о чем-то? Лапкин феноменален. Противоречив. Но он такой есть. И его не изменить. Не знаю, кого его проповеди увели из церкви в раскол или в ересь. Но кого привели, известно. Проторей Геннадий Фаст. Отец Наум из Грузии. Парщуков. Фамилия его. Не знаю фамилии. Есть в роликах Лапкина. Да. Другие люди. Бывший протестантский пастор из фильма «Атриума» про 500 лет реформации, например. И много людей, которые сталкивались с ним по жизни. Игнатий Лапкин под микроскопом бывший руководитель миссионерского отдела Томской епархии Максим Степаненко. Ну, эти-то, говорит, 5% все это вместе не сделали, что этот старец-то сделал-то. Ну, я боюсь потерять. Дальше. На мой взгляд, самая адекватная статья об Игнате Тихонове Лапки написана Максимом Степаненко. Там и положительные стороны, и критика, и знания человека лично. А представлено здесь материало слишком топорное. Ну, и дальше подряд идёт. Ссылки, любви это было. Смотрите, сколько уже пришло. А так... Что вот это говорит? Ксения Юрова. Уважаемый отец Георгий, простите, но кроме слов сожаления, другие трудно найти. Сожаления о том, что вы образованный священнослужитель, так непрофессионально подошли к суждению, а вернее осуждению трудов Лапкина Игнатия Тихоновича. Ну, почему так не подошёл Владимир Головин, Андрей Кураев, которые прямо говорят, Максим Каскун. Ну, те-то почему должны были узнать, а это нет. Непрофессионально принимать решения и озвучивать приговоры, основываясь на чужом мнении. Ну, судить-то, когда Бог будет, ты никого не потянешь на суд, ты ответишь. Меня самое главное вот что интересует. В алтаре, значит, если он служащий, поднимает руки к Богу, а руки запачканы грязью. Почему? Да осуждение. Вы же всё время говорите, не судите, не судите. Я знаю, что вы имеете в виду. Это не трошки попов. Не задевайте, отойдите от нас. Ну, ты-то судишь меня. Да не обо мне речь-то идёт. Если у нас 18 миллионов посещений, просмотров, то, наверное, есть люди и сейчас ещё. Пожалуйста, прочитайте книги Игнатия Тихоновича. Их более 38 томов. Разберитесь в материалах сайта или видеоканала во свете Библии. Ну, или хотя бы изучите книгу к истинному православию. Вы найдёте поразительное сходство с вашими материалами, в том числе на тему сектанства. С Игнатием Тихоновичем можно пообщаться лично. Отец Андрей Кураев не гнушался личным визитом к Лапкину Игнатию Тихоновичу. А отец Александра Пьевоваров не скрывал своей дружбы с ним. Он у нас приходил, и тут и тайно ночами приходил, когда архиерей приезжал. Прошу вас, не торопитесь осудить 50 лет истинно-миссионерской деятельности, которая возможна только при водительстве Духом Святым. Матфея 12.30 «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растащает». Это кто пишет? Ксения Юрова. Мы с ней не встречались никогда ни разу, но она считает и видит дальше. Игорь, здравствуйте, дорогой отец Георгий. Благодарю вас от всей души. Я очень рад, что вы сняли видео про Лапкина. Христос воскрес! А ведь я иногда его слышал, думал, что у него православное учение. Теперь мне все понятно, что я ошибался. Отец Георгий, вам верю. Теперь не буду слушать этого Игнатия Лапкина. Отец Георгий, желаю искренне вам добра. Продолжать в том же духе и нести людям слово правды. Помоги вам, Господи, в вашем богоугодном деле. Значит, ложь – это богоугодное дело. Вот заодно эту отравленную душу. Как будет отвечать этот Максимов? Он когда-то слушал, человека отбил. Вокруг моей колокольни они все ходят. Ходят, бегают, визжат, лают на нее. Но я-то при чем здесь? То, что я говорю, это патриарх сегодня говорит. Север и восток потеряны уже. Развалены одни. Ну, этого нельзя не видеть. Православие-то затухает. Если Феофан Затворник говорил, еще одно-два поколения православия исчезнет. Ни один святой отец не говорил, что православие будет сохранено. Нет. Дальше. Добрый кот какой-то. У меня у Игнатия Тихоновича Лапкина напрягают две вещи. Первая. Кота этого. Добрый кот. А для них очень важно. Четыре дня. Дальше. Первая – перманентно. Вторая – по факту. Вот так. Дальше. Ну, тут много-много сколько там что-то есть. Епископа не признает. То есть, одна ложь. Так. От подобных вопросов и прочее. Это все написано в книге Крисовному православию. Материал 40 лет собранный был. Да такое же, какого отца. Да я разве трогаю, опровергаю. Да. А здесь что пишет? Да. Лапкин еще тот взбесившийся раскольник. Значит, не раскольник, не взбесившийся. Но это на твоем ресурсе. Ты же это делаешь. Ты бы призвал или вычистил. Да нет. Значит, он согласен сидит. Сидит-то священник. Он расколол пал это гнездо. Иной Тихонович уже и отреагировал на этот ролик. Смотреть надо где-то с четвертой минутой. Ну, вот где-то отреагировал. Дальше. Антон Новиков. Вполне согласен. Лапкин протестант, который косит под православного. Мощи не почитает. К иерархии церковно относятся с пренебрежением и критикой. Иконы не воспринимает. Монашество отрицает. Лозунг только писания и так далее. Но не протестант... То есть, сам нагородил все. А местный митрополит бывает. Все исследовали. Ни искажения их канонов у Лапкина. Ни догматических. Ни под каким-то прещением не состоит. Это ничего нету. Косит под православного. То есть, я родился и с первый день начал ногами косить. С первый день. И вот уже 78 лет все кашу. По тюрьмам, по лагерям. Защищая православие, веру Христову. Ну, вот это вот твоя теперь. Это Антонов-то сколько набралось-то? От этих Антонов земля стонет. И он даже никаких. Еще показать ответы 20 человек. Так. Ну, тут другое это все. Дальше спасибо. Так в послании указали. То есть, благодарят. То есть, сколько человек отравил, вот это придется отвечать. А это уже никуда не денешься. Так что, готовься, отец Георгий. Открывай ворота. Дальше Соболев говорит. Сегодня прочел у святого Феофана Затворника толкование на Колосином 3.16. Актуальное на всякое время. Но, как видится, для нас на сегодняшнее особенно. Делаю некоторые купюры, чтобы высветить основной смысл. Кавычки открыты. Всякий сам себя учи и вразумляй словом Христовым. Или учите и вразумляйте себя взаимно друг друга. Учить – растолковать, дать понять и вразуметь истину, умственную или деятельную. А вразумлять – внушать, вселять внутрь, убеждать, проводить до чувства и, соответственно, вызывать благорасположение. Итак, учи себя всякий и внушай себе истины Слова Христова. И оно вселится в тебя. Для сего читай, размышляй, заучивай, сочувствуй, возлюбляй и далее проводи в жизнь. Это последний есть предел обучения себя. «Или учите друг друга истинным Слова Христова и внушайте их себе взаимно, и оно вселится в вас и будет жить в целом обществе вашем, заправляя всеми делами вашими и начинаниями». Это взаимно обучение в христианском обществе идет само собою. Пастыри учат паству, старшие младших, родители детей, учители учеников, власти подвластных. Намеренно же с этой целью учреждаются братские собеседования с чечением. Тут и не уча прямо друг друга, учатся и вразумляются взаимно, принимая из рассматриваемого и читаемого, что кому пригоже. Но очевидно, что всякого рода взаимного обучения плод приносит только тогда, когда при этом всякий и сам себя учит и вразумляет. То есть, выслышав сказанное или прочитанное, уговаривает себя не думать только так именно, но и чувствовать и поступать. «Немудро делает сие тот, кто усердно читает Слово Божие, но не обсуждает его, не доводит до чувства и не приводит в жизнь. Оно и течет у него, как вода по желобу, и протекает через него, не осаждаясь в нем и не вселяясь в него. Можно все Евангелие и весь апостол знать на память, и все же не иметь Слово Христово вселенным в себе по причине неразумного изучения его. Вот так, размышлять надо, а не то, чтобы все время магнитофон крутился. Неразумно делает сие и тот, кто только ум обогащает Словом Христовым, а сообразование с ним сердца и жизни не родит. «Оно у него и остается, как песок, насыпанный в голове, и памяти, и лежит там мертвым, а не живет». Видишь, как в голове и памяти, насыпанным в голове и памяти, если на одном дыхании это считается, и лежит там мертвым. «Живет оно, только когда проходит в чувства и жизнь, а тут этого нет. И нельзя потому сказать, что оно обитает в таковом. Не мудро обогатиться ведением Слова Божия наипаче тот, кто при обсуждении смысла его одному своему уму верит, а не поверяет своих соображений общностью верования всех верующих. Отсюда у нас все ереси». То есть сам по себе, святых отцов не надо, оно, все. Вот именно это главное. Я считаю Библию, но раз не принимаешь святых отцов, значит, ты своими мыслями кормишься. Новая секта, я никому не продвижу. Мы отдельно собрались где-то. Ну и что ты отдельно собрались-то? То есть новый ерес рождаешь. Отмечаю. «Игнатий Лапкин, мы только что с Михайловского кладбища за 13 километров от нашего дома». Не от Барнаула, а от нашего дома. «Евангелие раздавали, сотни три, пожалуй. Шел снежок, потом дождик, и мы заспешили домой. И каждый на свою работу. Засняли все почти. Удивительно спокойно вела себя полиция. Рядом с ними раздаем Евангелие, и ни один, и ни слова не сказал. Ни один. Слава Иисусу Христу. Машин маленьких и больших автобусов было сот с тысячу, или больше, лентой. Конца не видно. 12 километров, несколько рядов. А кладбище, конца не видно. И все по буеракам, холмам, город настоящий. Михайловское. Другое название кладбища, Новомихайловское. Однако оба восходят в поселку Новомихайловка, рядом с которым оно находится. Кладбище открыто в 1980 году, в 10 километрах от Барнаула. В 10 километрах. В 10 километрах от Барнаула по Павловскому тракту, за аэропортом. Площадь 120 гектар. А куда днёрку бросил? 120 гектар. Дальше. Наталья Усатая. Писание не читает. Господь неоднократно предупреждает об этих лжи пророков. Чудес под видом белых ангелов и прочее. Интернет и для того сделан, кто-то с ума сходит, а кто-то душеспасительное находит. Выбор есть у каждого. Наш выбор есть у каждого. Вот к Иоанну крестители идут креститься, а он говорит, порождение ехиднины, то есть змеёныши. Даже никаких. Ты враг всякой правды, сын дьявола. Или прямо ко всем Господь обращается и говорит, что вы дети дьявола. Евангелие Иоанна 8, 44. Но сегодня человек живёт настолько хуже древнего Израиля, а до какое-то слово на «ты» уже не переносит. Вот такая вшивость сегодня, прямо ужасно где-то. А меня сказали, ну что сказали, так ты сначала посмотри, тебе глаза открывают. Сын дьявола. А попробуй докажи в суде. Ну он же согласился. Вот рука на тебя ослеп. Слепцы. К каждому слову привязываются. А что он убийца? Что он весь в крови, не понимает. Допустим, ко мне кто-то приходит, а на него навалят другой. Есть такие, которые недавно пришли, но они не наши. Я натошёл, так они это в заслугу себе ставят-то. Ну и кто ты такой разбойник? Как патриарх Алексей Второй говорил, говорит, каких бандитов напринимали в церковь? Дальше. Слава Иисусу Христу! Только бы читали и не ленились. Будем молиться, чтобы Господь коснулся и этих сердец. Виталий, вы, когда смотрите ролик, обратите внимание, чей канал и кто редактор ролика. И всю информацию потом сразу поймёте, какой масти брехню выкладывают. Он тоже есть такой. А вот у нас был один. Он что бы только ни нашёл, ложь. Явно в человеке дьявол сидит. Лживость самая негодная. Ну, любому понятно. То динозавры под землёй живут, то там что-то. Славик сказал еще, Баркульский. Всё принимает. Что? Ты что, в уме или нет? Земля, это только стоит там на каких-то столпах она, и она не шар. Солнце на 7 тысяч километров, хотя 125 миллионов. Ну, то есть, спрашивать нечего. Человек с ума сошёл полностью. Это всё нормально. А сказать об этом нельзя. Оскорбил. Виталий Калиников. А вот это уже не мурка в трапезной. Ну и дальше. Секретарь епископа требует от настоятеля выплаты. Никак не предусмотренной канонами или уставом церкви. Прозрачно намекает на будущие проблемы. Подобная ситуация, пусть и не стопроцентно, именно такая. Описано в четвертом правиле Шестого Вселенского Собора. Седьмого. Седьмого. Вот эти две палочки, то есть это пятёрка, а два добавить семь. А. Всё, слава Богу, пробило. Виноват. Кавычки открыты. Да отнюдь не умышляет епископ из низкой корысти, употребляя в предлог мнимые грехи. Требуете злата или серебра, или иного чего от подчинённых ему епископов, или кририков, или монахов. Кавычки закрыты. Не факт, что секретарь действует по поручению епископа. И денег он требует в том числе для самого себя. Для себя самого. Но разве на него смысл этого правила не распространяется? Светское законодательство в данном случае также вполне очевидно. И никакие ссылки на отделение церкви от государства, в кавычках, к данному случаю отношения иметь не могут. Что интересно, патриарх Алексей, Кирилл выступает и говорит, если у мирских нарушает закон какой-то, который прописан, он преступник. А у нас, у верующих-то, показывает, если он нарушает, ничего, всё сойдёт. Также на должность стоит. То есть разбойники, пираты захватили корабль. А пожертвование не может быть недобровольным. В общем, мы с соратниками проанализируем этот случай несколько дней. Поразмышляем над путями, возможной его формализации и дадим фору нашему священному началью для того, чтобы оперативно в нём разобраться и наказать виновного. То есть он стоял, и если китай что-то говорил, он тайно записал это. Случаев таких, увы, в церковной жизни немало. Но чем дальше, тем больше люди будут записывать и публиковать подобные разговоры. А это даёт прекрасную возможность покончить с такими ситуациями раз и навсегда. Собственно, знаем места, где умные люди уже сами от подобного «сбора пожертвований» решительно отошли. По скриптам «Сейчас протоиерея Игоря Рыбалкина пытаются выдавать из епархии за штат. Нет человека – нет проблемы. Однако ж епископ и его окружение, посещая приходы, конвертики брать перестали». То есть в конверте деньги. Ну а тут Щаплин выступил, тоже сказал хорошее. Вот эти слова патриарха, воспроизводимые российской газетой, почему-то отсутствуют на официальном сайте. А российская газета, учредитель её правительства Российской Федерации. Это газета номер один. Кавычки открыты. «Если человек приступил в человеческий закон, его сажают в тюрьму. А если он приступил в Божий закон, он продолжает свободно ходить по земле, занимать очень высокие должности и учить других жизней». Ну а что ж плохого в этих словах? Приступивших в Божий закон среди занимающих высокие должности очень много. Их стоит даже и поименно называть. Может быть проблема в том, что некоторые, кого обвиняют в нарушении Божьего закона, присутствуют как почётные гости на церковных праздниках? Вот после некоторого перерыва появился на службе в Троице Сергею Лаврии гражданин, да? Да, господин. Господин. Специально отмеченный на том самом сайте. Ну, Слуцкий. Евтушенко Сергей. А вот что может сделать простое священник против таких епископов. «Начнёт восставать, сразу запретят служение. Сидеть тихо, совесть свою сжигать, да и по сути идти против Христа. Начнёшь из-под отлучения с людьми работать, скажет, раскольник, как быть священником». Раскольник, раскольник, псевдо, так как, ну как, за всех Дворкин отвечает, главный патриарх России, а не этот патриарх. Виталий Калиников. «У меня не укладывается в голове». Сергей. «Искать епископа верующего. Только у священника нет выбора. Куда идти, насколько я знаю». «Куда идти, насколько я знаю». Наталья Усатая. «Выбор всегда есть». Виталий. Ответ один. Голгофа. Сергей. «Я имею в виду, священник просто так не может менять епископа». Правильно, правильно. Наталья. «Я бы на месте такого священника собирала других овец, которые хотят слышать и изучать Евангелие. Не обязательно ходить только в рясе. Можно и переодеться, и работать, и благовествовать». «Вот это самое важное, что они не делают». «Такому священнику надо читать почаще послания к филиппийцам и деяния апостолов, чтобы утвердиться в истине и не страшиться никого». «Ой-ой-ой. Много хочешь?» «Наталья. Епископ не вечный. Молиться за него, и Господь умечит сердце такого епископа». «Мне одни писали, хотели уезжать, и приезжает священник, пьяный. Ну что делать-то? Помолитесь. На начале молиться они буквально наутро мне говорят, чудо-то какое-то. Епископ прислал священника, и он не пьет. Прямо сразу». «Сергей. Так я и говорю. Его запретят сразу в служение. А потом, если будет продолжать, объявят раскольникам. Тут либо служить в церкви, как священник, либо служить Христу, как христианин». «Разделение какое». «Наталья. Служить как христианин, как апостолы. Павла до смерти камнями забивали, и Господь опять его послал проповедовать. Пусть хоть один священник вынесет удар камня, а потом, если что-то сможет сказать, подумает, какому Богу хочет служить. Зачем тогда все эти попы бегут принять сан священника? Страха Божия не имеют? Или оборзели, или материальные ценности намного дороже жизни вечной со Христом? Сергей. Думаю, молодые ребята просто не понимают, с чем имеет дело. А когда уже выходят на служение, у них веры мало остается. А те, кто начинают выступать еще при обучении, просто никогда не рукоположат. Им нужны верные псы, которые по команде порвут неугодного. Вот это абсолютно точно. Абсолютно. Виталий. В точку. Сергей. Наталья. А как они будут понимать, если моченый и Духа Божий не имеют? Уже не говорю о страхе Божьем и чистой совести. Как веру теряют? Вера в скорбях должна умножаться и делать более сильнее Духа. Это какие-то подкаблучники, а не мужчины. И на этих настоящий мужчина все удары выдержал. Сергей. Это легко говорить, когда тебе 30 плюс лет. 30... Что там? 30 с лишним лет. И в голове все сформировалось. А когда тебе 16-17, ты насчитался святых отцов, играют гормоны, в голове романтика, а на тебя прет толпа авторитетных попов со своими требованиями мамоной, очень легко веру потерять или поверить во что-то новое. Абсолютно я взял, называют щад, содружество. А те, которые упорствуют, просто не проходят сито. Да и с Игнатью Тихоновичем не нужно всех равнять. Мало кто может показать такие же плоды. Есть ведь дети, которые и о Христе мало что знают с детства. А их что-то влечет к Богу. И они идут священники. А потом встреча с каменной стеной. С долларами. С долларами, да. Виталий, все же РПЦЗ это не МП. Разве можно встретить такого епископа, как Андрей Рогачевский? Да куда тут прилепил-то? Как и дальше нет. Андрей Рогачевский дальше двои точно говорит. А то получает Андрей Рогачевский епископ. Где ж такого найдешь? А его и нету. Ученик, видя порочных учителей, делается хуже их духовные соты. Андрей Рогачевский. Андрей Рогачевский. Подумал, что это ты с тачкой. Сергей. Мне нравится его манера проповеди. Близко к народу. Встает и говорит просто так. Виталий. Это епископ. Прикинь своим воображением. Андрей. Это с тачкой. Это епископ. Андрей. Согласен. Это редкость. Побольше бы таких. Сергей. А Ткачев. Кстати. Андрей Ткачев. Андрей Ткачев. Кстати, говорит, что я не советую никому идти в священники. Видя, что происходит в алтаре, можно и веру потерять. Можно представить, что происходит в головах у молодых алтарников. Валентина Сортисон. Мир всем. Да. Это епископ. Это епископ. Евтихий Курочкин. Видела его, когда была в Потеряевке на престольном празднике. 16 сентября. Необыкновенно простой и доступный. Не часто встречаются такие. Ну, понимаете, вот простой не говорит ничего. Вот он приехал, я по вещах пас в это время. Ну, пошли пасти. Он со мной пошел пасти. Носков даже нету. Какой там деньги брать? Меня другой священник спрашивал, чтобы поборы не делал епископ, там, митрополит, когда едет по епархии. Вы знаете таких? Я говорю, ну, а кто? Ну, я говорю, епископ Евтихий Курочкин. Там нашли старое столомо наваленное, там мы залезли, валяемся на ней, лежим, овцы пасутся, и все вопросы решаем, говорим с нами, тоже за столом. Ну, где? Какой сегодня епископ-то? Ну, найдите. Поборы ни разу не затребовал денег за 13 лет. Виталий, он, кстати, поборов не делал по свидетельству Игнатия Тихоновича. Да. Тот, что справа окажется дядя епископа Максима Дмитриева. Это фотография там стоит. Долгое время служил в Крестовозвиженском соборе города Омска. Отец Яким тоже служил в нем некоторое время. Да. Наталья. Виталий, я только, я только, что из стоматологии вышла, и смотрю сообщения. Так похож на вас, на вас епископ, простой такой внешность, притягивает, и простота его. Да, кто только не был у Игнатия Тихоновича. Впечатление на всю жизнь. Виталий, Гундяев Владимир Михайлович, Михайлов не был. Наталья. Михайлов, это его КГБская кличка. Врачу говорю, Христос воскрес. Он ей не ответил, только доброе утро. Наталья, Говорит, Пасха прошла давно. Я ему только вторая неделя. А он мне. Я вообще не верю в Бога и прочее. Вот так. Печально. Никто не желает слушать ничего евангельского. Валентина. Да, это он. Был еще брат епископа Евтихия Иерей Михаил. Ныне покойный. Они приехали на старом драндулете типа антилопа. Гну. Шучу. Пилили на ней аж из Подмосковья. При мне отец Михаил переодевшись в драную придранную рубаху чего-то ремонтировал. Умилительная картина. Не характерна для современных архипастерей. Мне они очень хорошо врезались в память своей непосредственностью. Наталья. Может, Гундяев и одумается и приедет. Еще не все потеряно. Сильно затянутый. Ну, затянутый. Почитай. Сильно занятый. Маленько затянутый и занятый. Два слова разных. Давай. Виталий. Говорят в год раз и палкой стреляет. Наталья. Врач хороший русский. Спец своего дела. Лицевой хирург. А Бога не хочет знать. Валентина. В то время, когда мы обратились, нам говорили, что это секта и у них нет епископа. Я сфотографировал с Евтихием и всем показывал фотографию. В ответ на это врачу говорю, Христос воскрес. Он не ответил, только доброе утро. Это уже повтор. Виталий, в то время, когда мы обратились... Это было уже в семинарии духовные. А вот здесь отсюда, в семинарии духовные. В семинарии духовные нас учили легитимные наследники Сергия Старогородского. Наталья, название-то какое? Виталий, от местечка Карловцы, что в Сербии. Там белая эмиграция и духовенство Российской Церкви собрали собор, на котором решили не общаться сергианцами. так и зародилась РПЦЗ. Ксения Юрова. Виталий, у меня к вам вопросы по поводу той статейки Антона Дулевича про Игнатия Тихоныча и отца Якима. Антон Дулевич ссылается вон на какие слова. Метрополит Иларион Восточно-Американский и Нью-Йоркский. До воссоединения РПЦЗ и РПЦМП эта община относилась к Русской Зарубежной Церкви под ведением Преосвященного Епископа Евтихия Вишимской епархии. После акта о воссоединении в 2007 году мы дали указание отцу Яакину Лапкину подчиниться Барнаульской епархии Московской Патрахии. Понимаете, военный дал указание подчиниться ни об удушении о чем нету. Какой акт о воссоединении имеется ввиду? Никакого акта не было. Это ложь. Акт о признании канонического общения. Ничего кроме акта о каноническом общении я не нашла. В той же статейке Антон Дулевич вменяет отцу Яакину попадание под извержение 31-го апостольского правила. Но сам Антоний в курсе, что он попадает под извержение по 14-15-му правилу Труйского собора. рукоположен до 30-ти лет. Это та и другое не знают. Он не священник. Да, он не священник. Виталий, Ксения, есть отличные ролики иллюстрирующие эту ситуацию. Сейчас попробую найти. Ксения, жду с нетерпением. Спаси Христос. Антон никакого отношения не имеет. Ну вот, понимаете, надо выскочить где-то, чтобы заметьте меня, я ваш, ваш. А ничего за душой это нету, нету. Злобность такая, главное, зашел и ролик мой украли, украли эту беседу. Ужасный хам. Я зашла на страничку Антона Дулевича ВКонтакте и с удивлением узнала, что 30 лет священнику исполнилось только в ноябре. Так. Виталий, это неудивительно. Да, отец Георгий дискредитировал себя таким подходом к делу. То есть Максимов. Нашел на кого ссылаться. Да он не ссылается, просто так видно, что лень матушка заела этого Георгия. То есть взял да посмотрел да почитал. Зачем тебе собирать? Наталья, поэтому и трусы, если бы в 30 лет рукополагали, то по-другому думали бы, прежде чем сам священника принимать. Ксения, я, конечно, все понимаю, но видеть чужие сучки, а свои бревна в глазе не чувствовать, это суперспособность. Где они вот нашли бы один случай такой, чтобы Христос говорил, вот кто-то подпишет бумажку и сказал, а вы уходите туда, а вы идите туда. Нигде этого нету. Пришли люди ко Христу, молятся, епископы, признаем, вы политические игрищи там устроили, там 360 точек для государственного деятеля в Российской Федерации за рубежом сразу организовали. А спасения там разговора никакого нет. А это разницы нет, хвостом виляет. Вот друг перед другом показывает, он патриот. Его бей, а меня не трожь. Наталья, я не представляю, как можно... Она берет, повтор идет, видишь, кавычки они такие. Так. Но этого не было. Не было, ну давай. Я не представляю, как можно прийти на исповедь к священнику 24 года. Что он вообще знает и что может посоветовать для спасения? Кроме того, иеромонах исповедует мирские. До этого никогда не было, вообще не было. Сергей, сразу вижу кляузы Дулевича на Инать Тихоновича. А там не кляузы, он зубами щелкает буквально. Сергей, будем развивать духовность. Ксения Юрова. Духовность. Духовность это горбачевское слово. Такого слова нет ни в Библии, ни в святых отцов. Они даже этого не знают. А дальше начинают говорить, от меня это берут. Они слепые. Ксения Юрова. А, я поняла. Рукоположение до 30 лет и попрание соборов, канонов, правил, это все результаты развитой духовности и уважения всех мнений. То есть безбожники, они колбасят как угодно, лишь бы его признали и кормили. Сергей, и больше любви. Наталья Усатая. Размешил, Сергей, развивать или расти духовно. Виталий Калиников, шедевральный ролик. С третьей попытки давай. Сергей, «Ладно, Наталья, я с миром отойду. У нас два часа ночи. Заговорился я что-то». Да, Игнатьевич, мы мешаем. Наверное, постоянными сообщениями. У него там колонки на весь дом квакают. «Спасибо, Христос, за добрую беседу». Наталья, «Спаси, Христос, а мы на вещание правила. Надо помолиться за всех». С одной стороны, церковь, священник, староста, братья, сестры, дружно сплоченная семья. А с другой стороны, церковные клерки, присланные епископом выяснять отношения. То есть, это первое, что это наши у нас, священник, староста, все, а у них вот что. Виталик, продолжение на территории епархии. Некрутенко. Инать Тихонович, «Почему бывает так, что некоторые дети уже рождаются безумные и больные?» Дайте, пожалуйста, широкий ответ. «Спаси, Христос». Я отвечаю. Игорь Тилапкин. Это ночью сегодня отвечал. Римлянам 9, 21. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого?» Иеремия 18, глава 3, по 6 стих. «И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал, он работал, свою работу накружали». Сейчас ты заметил, он работал, остановился, потом опять, уже просчитал это, зачем тебе опять назад-то вернулся? Да я думал, ошибся. Да не надо думать, считай просто. «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечник вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» Говорит Господь, «Вот, что где нам в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Он утробит и человек образует Господь, он раз родился слепым. Иоанна 9,1 «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». А вот это не проходили. Если недостаток, без ноги, без руки, это кто-то за грехи Бог карает, а кто, они не могут определить. Оказывается, и третий вариант еще есть. Рустам, Инать Тихоныч, мир вам! Перекреститесь за меня, пожалуйста, если можете. Тут до сделки, продажи квартиры осталось всего ничего, а документы на квартиру, которые агент незвижимости оставил в юстиции для оформления, вдруг подхватила рейдовая проверка из МВД. Поэтому сделка может из-за этого отложиться. Спаси Господи! Наталья, спаси Христос! А мы на вещание правила надо помолиться за всех. Это я утром встал, второй час уже ночью идет, а они в это время только расходятся. Время уже час в восемь минуты. Сейчас закончим дальше. Валентина, чтобы в Германии получить образование врача, нужно, чтобы средний балл был не выше одного. Что-то один-один. Это же касается полицейских. Здесь вступительных экзамен не сдают, а прием идет по среднему баллу гимназии. Поэтому зачисляет самых-самых успешных учеников. Единица в Германии соответствует пятерке в России. Очень высокая планка. Один-один. Так, дальше. Валентина, у меня у внучки средний балл был. Один-шесть. Она поступила в университет, но по другой специальности экономика. Наталья, это правило большой ответственности... правило. Это правильно. Большой ответственности требует. Это жизнь и здоровье человека. Один-шесть балл. Молодец. Умная старается. Спаси Христос и на путь истины направит. Ну, все на сегодня. Вот. Паля наша лежит рядышком на наших колонках. Вот. Володя посчитал, отправился. Ну, и наш благодарный слушатель всегда. Надежда Васильевна. Опа! Поднялась. Ложись, спи. Никто тебя не трогает. Ну. Растополь. Растополь.